Здравствуйте! Это канал Главные новости Казахстана. Пророчество на будущий год, вот что будет с Казахстаном зимой. Начнется ли Третья мировая война? Есть предсказания, которые не просто мрачные, а действительно устрашающие. Матрона Московская пророчила, что люди будут ходить словно под гипнозом, а в воздухе будет парить что-то пугающее. Матрона настаивала на том, что отвергать Бога – большое заблуждение. Из-за этого нечистая сила находится рядом с каждым. Предсказания ясновидящие о конце мира заверяют, что Третьей мировой войны не нужно страшиться. Она именовала конец света войной без войны. Матрона видела множество смертей, но по какой причине, она не уточняла. Если учесть ее пророчество о злой силе, которая будет находиться бок о бок с людьми, то, вероятно, дело как раз в этом. Святая скорбела о тех людях, кто доживет до последних времен. Предсказания о конце света у Матроны очень туманные. Святая призывала пока не поздно прийти к осознанности и вере в Бога. Она заверяла, что если человек верует в Господа, то никакое зло ему не страшно. Верующий человек всегда сильнее любых бед и напастей. Предсказания Матроны Московской на 2022 год обещают непростой период. Предсказания Старицы сбывались уже не раз. Матрона заверяла, что не стоит переживать только верующим людям. Важно обращать внимание не на материальный мир, а на духовные ценности. Верующих людей минуют горести, печали и остальные неблагоприятные пророчества. Было ли право Матрона Московская, станет известно совсем скоро. Настрадамус о войнах. Астролог предсказал в 2022 году напряженную политическую обстановку между странами. Действия некоторых стран будут провоцировать конфликтную ситуацию. Астролог не исключил глобальную войну, которая может произойти в период между 2022 и 2041 годом. Региональные вооруженные конфликты приведут к тому, что в Европу хлынет огромный поток эмигрантов, в основном из мусульманских стран. Со временем число беженцев с иной религией достигнет максимума. Мусульмане начнут требовать в европейских странах все больше прав. На этой почве участятся межэтнические конфликты. По предсказанию Нострадамуса поток эмигрантов остановит решение французского правительства. Также пророк указал, что будет расти напряженность между США и Китаем. Эти страны будут бороться за политическое влияние в мире. Отношения с Америкой и Китаем Второй не менее горячий вопрос – отношения России и Америки. Ванга говорит об их полном прекращении. Что же, последние новости мировой политики намекают на ухудшение и надежд на потепление не так уж и много. Хочется надеяться, что все-таки выход из тупика есть, но похоже он не будет найден в 2022 году. А вот с другим важным игроком на внешнеполитической арене, Китаем, Россия будет только укреплять сотрудничество. Что мы и можем наблюдать в нашей повседневной жизни, торговые отношения с Китаем становятся все крепче, импорт товаров все быстрее, да и сами продукты радуют своим качеством. Что думаете вы по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.